Кто пришёл к нам? Мы тут с Катей валяемся. И Феликс между нами ходит. Пристаёт к нам. Это камера, Феликс. Всего лишь камера. Ну что ты мою руку сносишь? Вот так вот встаёт и массирует. То Катю, то меня. Но через джинсы ещё ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что ты делаешь, Феля? Что ты делаешь, котик мой? Это что такое? Я тут пытаюсь отдохнуть. Хороший, хороший мальчик. Массирует меня. Что у меня ничего не затекло. Вообще уже как бы вечер. Надо скоро мишку кладывать. А что ты не спишь? Не могу уснуть. Иди ложись в кровать. Ой-ой-ой, какие нежности кошачьи. Вот это у нас единственный кот, который вот так делает. Его прям прёт. Но он это делает только тогда, когда он сам хочет. Вот хочет обниматься, приходит, обнимается. Да? Не хочет обниматься. Не хочет обниматься, его не заставишь. Давай. Хороший мальчик. Он с мишкой так трётся и со мной так трётся. А ты мой хороший. Ты мой котик. И мурлычет вовсю. Прямо нежности. Кошачьи. Классный котик. Ты классный котик? Мурлык. Уже не знает, как улечься и как потереться, да? Ты, главное, блохами со мной не поделись, ладно? Прямо в нос. Я пошутила. Всё, пошёл. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Обязательно надо было протоптаться по камере? Капец. Кошак успокоился. Зато комментарий прилетел. Я вообще в шоке с некоторых людей. Вот серьёзно. Я настолько в шоке, что я решила с вами поделиться. Мне пишут. Извините, вы что, помешанная на пельменях? С утра думаете, то о тесте, то о фарше. Вам лечиться надо. Прикиньте, это влог о жизни. И в основном главный герой в этом влоге я, мама многодетной семьи. А ещё и о детях постоянно рассказываю. И об их проблемах. О том, что они болеют. Я на этом тоже помешанная, по-вашему. Ну, и я в комментарии, в ответ, в комментарии написала. Люди покупают пельмени в магазине. А я решила делать их сама. И да, часть моего времени уходит на пельмени. И да, у меня муж любит манты и пельмени. И попросил почаще их готовить. И я это делаю. И, соответственно, я вам про это рассказываю. Ну, ё-моё, блин. Хотите смотреть про салоны красоты? Идёте на канал человека, который ходит по салону красоты. С утра до вечера. Там пельмени не будет. Там будут пельмени из магазина. А у меня пельмени. Готовка. Я практически каждый день показываю, что я готовлю. Ну, кроме последних дней. Потому что Катя из меня высасывает всю энергию. И я не в состоянии почти снимать. Я снимаю мало. Ты всё досмотрел? Не, не. А сейчас буду вещать вам про детей. Одного из которых буду укладывать спать. А утром опять буду вам про манты рассказывать. Потому что с собой в Краснодар буду Мишке варить порцию пельменей. Саша варить порцию мант. Ещё и манник с собой возьму. Потому что его надо будет ещё завтраком накормить. Прикиньте, да? Можете считать меня помешанной на еде. Я её всё время готовлю. Кстати, о птичках. Катя, что ты делаешь? Если кому интересно, то я пельмени как раз есть не очень люблю. Я предпочитаю крылышки. Не обязательно киевси, но крылышки. И, кстати, о пельменях. Я вспомнила, что у меня там немножечко фарша осталось. И я сегодня не долепила его. Его надо убрать в морозилку. Значит, он испортится. Так что спасибо, что напомнили. Ой, а ещё меня ждёт виноград и бесящийся Мишка. Мишка, не бесись, пожалуйста. Надо вытащить и заморозить его. Так, Феликс, что за кошачья это? Короче, я с вас фигею иногда. А сейчас буду вам про виноград рассказывать. И показывать. Виноград надо перебрать. Мам, будут писать, что ты помешана на винограде. Да вообще, я сегодня выпала в осадок, когда прочитала комментарий, что я помешана на пельменях. Я вообще на готовке, по-вашему, должна быть помешана. Почему? Потому что я всё время готова. Так, виноградик. Ничего так, Лиза мне его перебрала. Чтобы местами бы его помыть. Но пока я его просто уберу в пакеты. Саша, на выходной, то есть послезавтра, будем делать черчхелу. Договорились, что мы его перебираем, виноградик. Он будет помогать мне варить сироп. Баркиши, ягодки, надо убирать. Но они вкусные, зараза. Эти две тоже съем. Нельзя виноград наночить. Когда начинаешь его перебирать, он прям сам в руку просит. Он сладкий очень. Я не буду. Много. Ой-ой-ой-ой. Мне просто надо просмотреть. Ой-ой-ой-ой. Ягодки, которые Лиза пропустила, критичные. Убрать. Он начинает обсыпаться. И вот те, которые ягодки обсыпались, я съем. Лови, ягодка улетела. Смотри, куда мама ягодка улетела на пол. На полу, на полу, сына. Каков-то. Мы сегодня накупили килограмм шесть. Ну смотри на пол внимательно. И картонки свои прибирай. Уже спать ложимся. Картонки я Наде не разрешила. Лиза, мам, а я хочу стелить машину. Машину? Да. Какую? Сою. Для дома. Для дома? Да, я буду ездить. У нас будет машина для дома, представляете? Нет, в доме. В доме? Будем ездить. Как он классно отсыпается. А потом будет дом. Хорошо, сыночек. Сейчас мама тут немножечко еще-то. Лиза, убирай пока, пожалуйста, это. Картон? Картон, да. Мы с тобой завтра едем к Алене? Мы толком эту неделю не тренировались вообще. Потому что Миша температурил часть недели. Я вообще думала, что мы в среду не поедем. Ну, поехали. Точнее, поедем завтра все-таки. Так, Лиза пока перебирала, разобрала его на мелкие эти. По идее, его сейчас надо еще в холодильник запихнуть, умудриться. А в холодильнике, как обычно, некуда складывать все. Ну, Лиза, в принципе, неплохо перебрала. Но я нахожу ягодки, которые надо бы убрать. Так, сейчас надо еще один пакет. Давай, давай, Мишка, все уноси. Два пакета, сейчас третий. Я просто думаю, что если я помногу наложу в пакет, наверное, это все помнется. Но долго он не пролежит, этот виноград. Зато цена лакомая. Всего по 30 рублей. Я бы вообще не подошла виноград смотреть. Саша пошел. Пока я картошку нагребала. Да. Я пыталась сообразить, куда дели макароны. Там перестановку сделали в магазине. Он приходит и говорит, там виноград по 30 рублей. Ты же хотела чурчхелу. Я правда хотела. Но пока мы, короче, виноград не могли найти недорогой. Я уже ты и хотела. Он говорит, давай сделаем. Я съедаю ядовки, которые уезжать не будут. Налопалось виноградом. Ну, я даю. Слушайте, ну неплохо, Лизуня. Мне сегодня помогла. Все. Последавтра обделим на черточки, а остальное слопаем. Дети у меня виноград любят. Да, наверное, все виноград любят. Кто не любит виноград? Угу. А я сегодня часть винограды уже детям скормила. После ужина. Так. Знаете, что я? Я сегодня влог не смонтировала. На последнее время вообще очень тяжело дается монтаж. Мне просто на это ни моральных, ни физических, ни времени не хватает. Но я приду в норму. Вроде как сегодня поговорили с Катей. Вроде она меня поняла и не будет больше так делать. Все, убираю виноградик и идем укладывать мишку.